В считанные дни отделяют веселые и беззаботные каникулы от учебного года. Уже скоро школьники вновь сядут за парты постигать азы самых разных наук. Чтобы учебный процесс был плодотворным, а ребенок довольным, очень важно подготовить все самое необходимое к школе. Тогда каждый день наполнится радостью и принесет только положительные эмоции. Если списки всего необходимого уже составлены, тогда самое время идти на школьный базар. Здесь можно приобрести качественные школьные товары и, что немаловажно, по доступным ценам. Наша продукция, я думаю, что не самая из дорогих. У нас качество соответственно, цена. Мы предлагаем скидки. На сегодняшний день мы вывезли для участия товара на более чем 250 миллионов рублей. Ассортимент широчайший. Здесь представлена не только школьная форма. Мы вывезли и бельевой трикотаж, у нас есть и верхний трикотаж. С каждым годом школьный базар только расширяет свои границы. В этот раз команда выставляющихся на ярмарке предприятий пополнилась практически десятком новых торговых названий. А при лавке – сотнями вариантов товаров самого широкого ассортимента. Ученические ранцы, концтовары, школьная форма. Многие родители уже оценили школьный базар 2014. И отзывы только положительные. Ассортимент достаточно большой, но у меня, к сожалению, девочки такие не совсем стандартные, поэтому размеры очень тяжело бывает найти, то есть многого не нашла. А по канцелярии – да. Что касается канцелярских товаров, очень много всего цены различаются, но вполне доступные. Формы я не знаю, мы формы тут не покупали, мы покупали в детском мире, а концтовары, в принципе, по приемлемой цене и хороший ассортимент. Выбор нравится. Купили папки, тетрадь для английского, обложки для книг для первого и второго класса. Довольны, выбрали блузку. Вот сейчас посмотрим еще костюм. Школьные ярмарки будут проходить в городе над Бугом до начала сентября. Напомним, по улице Гоголя торговля будет осуществляться по выходным, до 31 августа включительно. А 6 и 7 сентября школьный базар разместится на улице Московской, недалеко от рынка открытого акционерного общества «Брест-Юбилейный». Продолжение следует...